Добрый день дорогие друзья с вами студия новое планетарное телевидение Мария Карпинская. И сегодняшняя тема она диктуется самой жизнью. Я уже говорила вам что я прохожу очень трудный сейчас путь такого вскрытия своей памяти. Смотрите я всегда говорю о себе и только о себе и люди называют когда допустим ты говоришь о себе они говорят это у тебя эго но проверить если у человека эго можно очень просто достаточно его взять и начать говорить о нем давай о тебе давай говори о себе и человек сразу слиняет все люди готовы убежать в одну секунду и не разговаривать о себе но готовы говорить сколько угодно о других и поэтому все в этом мире перепутано и я сегодня хочу рассказать вот такой вот тема она так примерно называется апокалипсис выход из тьмы на самом деле что такое апокалипсис апокалипсис это когда людям открываются полные знания и начинается выход из тьмы а в наших головах у людей всех записано что апокалипсис это конец света это на самом деле конец тьмы и выход в свет так вот что же людям мешает выйти во свет вы знаете я тут вот нечаянно открыла интернет и посмотрела еще вот что оказывается у гражданина виссариона свой канал и он там что-то вещает и вот вещая да еще вот я хочу поговорить а значит апокалипсис как выход из тьмы и что дает человеку его эго и что такое эго когда он о себе не говорит а говорит только о других или молчанием берет молчи за умного сойдешь как говорят вот вы знаете вся наша жизнь если бы допустим ну вот тоже секта виссариона это не буду еще много раз возвращаться потому что я ее прошла да и то что там сейчас происходит вот я смотрю первое как бы конечно это и дураку понятно что виссарион дикий эгоист даже эгоцентрист даже нарциссизм у него прослеживается и у редькина это понятно и все они делают только на благо себя но почему-то люди этого не видят почему люди не видят почему допустим если бы у людей вся причина это в эгоизме людей дальше собственного носа ничего не видим нет мы видим про других про себя молчим и тогда люди начинают все чтобы поддерживать отношения друг с другом они дружить и все придуриваются вот то что я заметила это вот 30 лет вот этот или 30 да этот виссарион придуривается то есть он придуривается христом просто реально придуривается и и такие же к нему идут люди ну допустим вот даже я я сейчас вспомнила себя почему меня вот сейчас когда идут эти вот все вскрытие мое я вот испытываю сегодня такое отторжение и тошноту почему меня тошнит я себе делаю выводы да потому что когда я туда попала и сдала туда деньги и надеялась на то что вот моя программа детское государство вообще рассветит всю сибирь и россия будет прорастать сибирью через какое-то время моя же душа поняла что этого не будет но выхода у меня не было пока и нужно было пронаблюдать была еще надежда оставалась а вдруг а вдруг но чем больше я находилась рядом с ним тем больше я видела что он придуривается и тогда чтобы как-то жить там начала придуриваться и я и все остальные люди которые там живут они придуриваются и когда они говорят что они вот за зомбирование что такое зомбирование это как раз и есть придуривание когда поддерживают отношения но дружбы настоящей нет глубины понимания друг друга нет вот что такое вот этот апокалипсис к выход из тьмы это когда создаются такие тяжелые ситуации когда человек уже выходит из состояния придуривание вот еще раз ко мне тут приезжал на днях и три дня был моем доме один человек очень смахивающий внутренне на виссариона он тоже страшно придуривался я видела это придуривание тот он сидел понимая что я разговариваю с человеком как положено понимая что не интеллектом не как-то он не тянет ну просто не может никуда тянуть и что и опыт жизненный у него какое-то другое не совпадение но он же приехал и там у него допустим плохо жить а здесь комфортно здесь комфорт выбирает комфортнее лучше там еще что то и тогда самый один из способов придуривания это замолчать изображать вид умного улыбаться головой пакивать да 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 чтобы там и люди вокруг него начинают плясать и то что я говорила что виссарион конечно один из способ его придуривание во первых он необразованный человек глубоко что он там вещает он из других мест набирает и вот это все бла-бла-бла сколько у него там класса образования восемь есть то неизвестно вот и поэтому ну наверное восемь или девять может быть как там тогда учились то есть образования у этого человека нет с душой у него вообще она отсутствует потому что там пустота вместо души но допустим что детство у него а оно так и было было трудное как и у всех кстати но кто-то вот проходит и держит это это все и проходит достойно кто-то находит способ придуривания вот сегодня весь мир это одни придурки посмотрите на кого бы то ни было вот вот эти все руководители сект магии вот эти бизнес схемы которые делают для того чтобы обманывать людей это все придуривание одни придуриваются чтобы жить за счет других это же понятно вот это есть апокалипсис вот это есть полное знание а дальше еще людям предстоит выход из этой тьмы тьмущей то есть получается что из человека вылезает вот эта его тьма тьмущая а это связано с болью и страхом боль и страх боль порождает страх вот вы знаете я тут зашибла ну пальчик маленький мизинчик да и вот он там что-то не проходит болит когда что-то болит сразу появляется страх ну не важно желудок болит например еще что-то и первые мысли человечеством наработана медицинская литература куча всего вот откройте вы там у меня болит живот там или что-то такое нога болит и первым делом когда вы открываете интернет что вы там видите вы видите кучу всяких симптомов или там чего-то пугалок то есть следующее идет страх и первое если что-то заболит особенно там в возрасте допустим да ты уже начинаешь думать чертить что у тебя рак дурак еще чего-то там какие-то симптомы а там в интернете все это подпитывается как большая одна медицинская энциклопедия которой ужасы и страхи и поэтому человек рождается уже сразу с детства кричит страшно ему в этот мир приходить и умирает он страхи и проживает всю свою жизнь в страхе поэтому настоящих друзей на земле найти невозможно и поэтому если бы допустим если бы допустим люди были без эго например не было бы эго и если бы они бы слышали даже вот вот я беру опять эту общину виссариона если бы люди слышали друг друга не общину а секту я буду ее называть то допустим один попал в беду и вот это по волне передалось бы всем и все остальные поняли надо линять или надо вот что то делать и надо вместе что-то выходить но к сожалению эго мешает друг друга слышать слышимости нет и поэтому до сегодня прошло 30 лет а туда в сибирь все едут и отдают даже продают квартиры и отдают виссариону а вот там ольга климова это говорила что сдают десятину ему все до одного не только же наверное минусинский а еще все кто его последователи десятину царек такой сидит ему сдают десятину даже с пенсии представьте что пенсии человека там пусть будет 12 тысяч например вот 1200 от своих 12 он должен отдать виссариону вы можете представить что это за шизофрения на каком основании почему люди не задаются вопросом потому что они уже вошли в состояние придурка придуриваются вот посмотрите на допустим ну любую там особенно вот характерная секта вот это виссариона если вы посмотрите как там живут вот съемки отдельно природа улыбка там какая-то любой человека можно заставить улыбнуться вот праздники посмотрите одежды разве это не ряженые люди разве это не спектакль какие-то веночки на головах 21 веке вот такое вот придуривание то есть играние ролей вот и каждый человек по идее в какой-то момент сам себе не скажет хватит придуриваться это все ерунда я придуриваюсь и посмотреть на самого себя все боятся смотреть поэтому лучше прожить во тьме придуриваясь и поэтому там до сих пор люди живут и поддерживают эту всеобщую ложь понимаете они друг друга поддерживают в этой лжи первым вы не и отдав деньги оказавшись ну ну представляете вот я жила у меня была своя квартира в москве у меня была должность я была генеральным президентом международной благотворительной организации школа звезд для одаренных детей у меня была программа детское государство строительство детского поступенчатого города для одаренных детей станкевич выделял мне вместе с генеральным архитектором москвы в районе беляева там где узкая выделялась уже земля то есть понимаете это такой человек на полете на успехе европарламент приняли меня в свои члены евро талант готовы были финансировать данный проект про меня там миллиардер люс назарет говорил что и космическая женщина вот это полет взлет такой да и вот на самом взлете меня отстреливают образно говоря и я падаю в это логово логово виссариона одна из первых и что я делаю деньги я отдаю за квартиру проданную да то есть это же обработка такая была меня обработали я все это отдала я же там там мне говорили что иисус христос но моя душа не хотела верить но хотела проверить за что я поймалась за любопытство да надо проверить вот человек так устроен а ведь могла не проверять могла сказать но дело в том что у меня уже были определенные трудности если бы у меня все было так тип-топ то конечно я бы никуда не поехала ни к какому там христу в сибирь но у меня была трудность страх меня остановил страх то есть заставил туда поехать страх почему потому что вот одна маленькая молодая женщина она ее выводят на какой уровень высокий да там президент евро таланта член европарламента меня стали знакомить с президентами кипра стран разных я была не готова и ведь мной овладел страх мне стало страшно что я одна все это не потяну как я просто страшно понимаете такой большой проект вот люди вокруг меня слабые слабее меня я одна до это уже были какие-то обманы серьезные что делать как быть страшно как страшно надо найти кого-то чтобы разделить эту этот свой страх эту ответственность чтобы кто-то а вдруг кто-то видит лучше меня а вдруг кто-то больше понимает и тут на ловца и зверь бежит и появляется сибирский такой сибирский прохиндей который придуриваться хорошо умеет виссарион ну редькин тоже это придурок такой да очень хорошо придуриваться может и меня туда собственно увлекают да я туда увлекаюсь но хотя на самом деле это же такая вот безответственность другой стороны как это так увлекают в сибири надо город строить экология здесь грязная сейчас со своим умом бы я подумала бы уже по-другому уже технологии другие уже интернет уже апокалипсис уже есть возможность через интернет выйти из тьмы ведь тьма была когда была мало информированность и я бы подумала зачем мне это сибирь если я построю подмосковье и я туда уведу новые технологии очищения воздуха там воды еще чего-то и так далее но тогда этого не было апокалипсис только начинался и полных знаний не было и тогда я опиралась не на знания а решила опереться на обычного человека и вляпалась вляпала себя в сибирского безграмотного бывшего милиционера потом слесаря без образования который чем брал вот вы просто должны все это начинать понимать одежды под христа под стрижкой под христа внешность под христа вот этот хитон под христа хотя казалось бы в двадцать первом веке но на но тогда еще был наверное двадцатый да но на хрена вот этой одежды на хрена то есть человек должен одеваться в соответствии с временем двигаться в соответствии с временем в сообщество а это такая экзотика ба бах по мозгам как будто сошел с иконы да и естественно следующий фактор это молчание вот то что я изучила молчи за умного сойдешь и не только за умного потому что когда люди вокруг хотят говорить у них там просыпается что то когда душа просыпается у человека запомнить у него появляется желание говорить говорить искать потому что просыпается душа и вот люди хотят говорить а здесь сидит такое бездушное создание с таким жестким умом и наблюдает за всем и молчит и улыбается улыбаться то просто смотрите как просто раз можно делать такую улыбку всякую улыбку многозначительно но это отработать не не сложно улыбка и молчание в момент молчания человек поглощает ваше знание что вы там ищите что вы там чего то в момент молчания он поедает пространство вокруг вас когда он молчит вы там шумите он молчит потом он все это компилирует и даже может эти знания брать себе вы их теряете хотя вы по-своему когда молчание там вы от самих себя можете получить и ответы молчание это очень важно чтобы обдурить чтобы придуряться вот это называется придуривание и вот когда я попала и уже туда сдала все деньги вот представьте мою ситуацию у меня было все и вдруг у меня оказалось ничего я живу в квартире Виссариона где маленькая двухкомнатная квартира на первом этаже честная грязная какие-то банки шманки грязь я там стала убираться уже а что делать вот в одной комнате живет Вадим Рейкин с Виссарионом а меня поселили с Любой и я сплю там где-то с Любой с детьми ее вот после того что было вот той высоты оказаться вот здесь ты же все начинаешь понимать но понимая это ты понимаешь что ты попал как в мышеловку как ведет себя человек в мышеловке он начинает сначала искать какой-то выход он понимает что если он дернется то тогда он может еще в худшем положении оказаться и поэтому как бы человек замирает он сначала молчит и наблюдает тоже входит в состояние какое-то или придуривается кто на что гораздо вот и конечно на протяжении всего этого времени я выбрала путь придуривания тоже как и все поэтому когда мне там какую-то Вадиму поручили чтобы я выучила какую-то молитву конечно я придуривалась говоря что я не могу ее выучить конечно я все время все там время я придуривалась и пыталась найти выход но выхода я уже не видела чем дальше я там сидела тем больше я погрязала во всю эту трясину и я видела как что ну я делала какие-то добрые дела я освобождала поработала с подростками освобождала их от наркомании много чего происходило то есть я продолжала действовать и работать но ждать с неба какой-то уже помощи чтобы вдруг там вертолет прилетит и вытащит уже не было возможности оставалась надежда на Бога то есть ну вот Боженька помоги конечно это какие-то мои внутренние молитвы я поняла куда я вляпалась куда я попала но я наблюдала что происходит дальше с людьми они тоже все это понимали и даже чеволков я знаю это понимал все понимали что вляпались но признаться эго чтобы признала что ты вляпался как-то невозможно эго всегда начинает тебя на е и обманывать извиняюсь и человеческое эго так устроено что постепенно обманывая самого себя придуриваясь вот это придуривание переходит уже в определенную форму жизни и человек так и выходит в состоянии придуривания так не больно так проще смирение так смирение там одежду так уже одеть так оденем сказано вот так да будем так и делать как надо придуривание а свое при этом да это все а то свои мысли так это ты дальше припрячь и поддержание отношений нравятся люди не нравятся отношения же надо поддерживать и вот конечно я сейчас еще один пример приведу значит жизнь до того как я попала в сибирскую секту я общалась с очень умными людьми талантливыми умными вот на кухне сидела Ксиковский Брунцеховой пели Сокольский Сережа поэты Татьяна Костандогла в доме моем Лен Вячеславович Карпинский человек легенда человек свет Регина Семеновна Карпинская доктор наук профессор настоящий не купленный диплом мой муж тоже очень интеллектуальный умный человек было о чем поговорить и были отношения другие потому что мы понимали друг друга на уровне интеллектуальном душевном и телесном все было приятно потому что кругом были одни вот такие люди удобоваримые поэтому Виссарион хитрожопый он понимал что люди которые приехали туда очень разные и что надо вот вся его теория это под то чтобы люди не дружили не искали себя друзей а смирялись а значит как же такое смирение это подстроиться под другого человека как-то подстроиться как-то понимаете как-то заиграться как-то придуриться и вот это придуривание оно шло все время и конечно же через какое-то время я в отличие от них не перешла в состояние вечного придуривания через год я уже перешла в оппозицию потому что я выступала я была неудобоваримой всем честной неудобоваримой поэтому меня из секты исключили исключили на кругу объявили иудой и выкинули и тогда я перешла я не буду рассказывать про материальные перипетии про все это помощь все-таки какая-то шла от разных людей находились люди я перешла в состояние оппозиции и в течение года я была в состоянии оппозиции конечно те кто там главный придуривающийся виссарион под Христа он конечно же уже искал пути как вообще не просто от меня избавиться а вообще избавиться как от свидетеля навсегда но люди которые придуривались они видели что изначально я то хороший человек добрый под любого пожалуйста подстроиться могу но честная но при этом они же все встали на его сторону потому что это общее придуривание общая игра я оказалась одна одна как говорят наедине с Богом да я перешла кучу трагедий кучи и вот сейчас да когда вскрыл и потом конечно я закрыла что следующее это уже не предуровень а хирургическое вмешательство в свое сознание себя самой то есть замуровать вот это вот сделать стену забыть замуровать стереть потому что это боль потому что это моя наивность потому что это мой страх все равно это мой страх понимаете заставил меня не потяну одна но я же женщина а тут же откуда страх вот смотрите у вас заболело что то вы открываете сейчас книгу или интернет блин все сразу страх там все сразу все болезни кроме беременности и слоновой кости как помните у клапки джерома но это пока ты не касаешься болезней ты как бы смеешься читаешь трое в лодке не считая собаки а вот тебя коснулось и у тебя что то сильно болит ты открываешь и читаешь а там мама родная тоже здесь ведь на самом деле веками вот что такое выходы тьмы веками внушали что женщина слабее мужчина что она многое не может что может и сильным является мужчина это матрица это тьма женщина такой же равноправный человек как и мужчина все равноправны и вот как там жигурда кричит все вы тайна боги все мы тайна боги и все мы равноправны и поэтому он свою жену говорит богиня Анис Никита джигурда умничка но он тоже по своему играет какую то роль и где то там придуривается это же понятно и все придуриваются и надо это понять а тем паче правители стран ведь если они не будут придуриваться это уже политика называется на самом деле это придуривание тоже придуриваются все как танцуют все придуриваются все почему всеми правит страх в этом мире правит страх так вот выход из тьмы апокалипсис то бишь опять же апокалипсис конец света а на самом деле давайте все будем переворачивать ведь апокалипсис в переводе с греческого это полное знание это выход из тьмы выход из тьмы конец света это не конец света конец тьмы выход из тьмы это значит вот как я бы видела выход из тьмы когда человек освобождается от своего эгоизма от своей вот этой оболочки но как страшно от нее освободиться попробуй освободись тебя сожрут то есть дилеммы и парадоксы постоянные и тебя на каждом шагу преследуют какие-то учения какие-то там религиозные какие-то там и ты все время боишься рождаешься в страхе и умираешь в страхе освободиться от страха могли только такие люди как диаген философы да кто может освободиться от эго тот освобождается и от страха философы которые могли подняться над своим эго и рассматривать все ситуации не на личностном уровне давайте так посмотрим что такое эго эго обладает личностью личности маленькие всегда живут в страхе на жердочке как говорят сегодня это завтра может случиться все что угодно может случиться может поэтому опираются на бога вот господь есть он защитит и так далее а это потому что страх тоже и бог тоже с богом какие отношения поддерживаются дружеские нет там отец сын нет отношения с богом поддерживается тоже поддерживать отношения такие на страхе защити меня укрой меня очень хочется этого бога ощутимо зрить на земле защити меня на земле чтобы я тебя видел ощутил понимаете что происходит вот поэтому мы сидим все во тьме но сейчас время апокалипсиса время полных знаний когда в интернете если вы захотите все можно найти все точки зрения миллионы точек зрения и выбрать свою но отказаться от эго еще раз кто могли все философы все философы какие-то великие писатели они были в вечном поиске и обычно люди вот там где я жила да на Кутурском проспекте потом на Варшавке и я была в семье Карпинске где еще раз Регина Семеновна Карпинская знаменитый известный доктор наук профессор на стыке биологии и философии Лен Карпинский свет миру кругом были люди такие приходили же люди такие никто не общался на личностных отношениях мы не знали даже что такие отношения существуют потому что мы были там высоко и мы с этой высоты и я вместе там с ними естественно участвую в этом во всем мы разбирали все ситуации с высоты самолета птичьего полета и вдруг падение где только личностные отношения больше никаких ты дурак сам дурак ну и так далее а вот у тебя так вот эгоист всегда всегда может говорить о всех других и даже хорошо видеть порой если молчит много а альтруист всегда говорит только о себе он исходит из своего личного опыта если это пророк истинный или мессия истинный как вот Иисус Христос он говорил о себе такой человек говорит о себе это так просто но все люди маленькие эгоисты и ответственность все боятся ответственности взять даже за свою жизнь вот вы представляете то есть за свою то жизнь ответственность я как бы держала но все равно я ведь была в среде такой где меня удерживали люди очень высокого положения интеллекта души то есть люди то были все разумные было с кем о чем поговорить спросить ответы вопросы все это было и вот представьте и тут такая ответственность вот с этим детским государством но я была не дозрела до него видимо и когда я туда приехала мне мне нужны ответы по моему детскому государству а там все представляете целые очереди спрашивают какие то вопросы которые мне вообще были неинтересны поэтому я засыпала потому что там мне все было неинтересно не мое это был личностный уровень где у кого чего ковырнулось где чего болит где чего где то да а у меня этого всего не было у меня не было этого эго потому что у меня был совсем другой уровень задан и вдруг я падаю там где все отношения на уровне личностном выясняются а там битвы бесконечные потому что там битва эго за выживание за приспособление поэтому все придуриваются и я там все это видела все это придуривание все те игры и вот этот ужас какой то когда начались первые браки по какой причине такой мальчик был Данила ему лет восемнадцать красавец невероятный умненький он бы мог вообще стать гением и его женит Виссариона какой то пятидесятилетний совершенно неразвитый вот просто ну я не знаю там уровень невежественной женщине звали Валентина как он там ну так воспитана было что они должны были как будто раз Христос это соединил то жить потому что это он видит лучше как можно было отказаться от своего зрения от всего почему я вступила в борьбу почему я стала врагом да потому что я не хотела отказываться я несла я могла нести ответственность за свою судьбу а вляпалась я с тем что раз я взяла этот большой проект я конечно должна была верить в то что я смогу его осуществить сама это нехватка некой веры в самую себя понимаете я еще не 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 стала столь сильной чтобы так сильно верить в себя и мне нужна была вот эта помощь а вместо помощи оказалось смертоубийство вот и вот таким через такую боль через такой ужас через такой кошмар я вырвалась оттуда да я уехала голая босса вообще без прописки без ничего все оставил и я закрыла эту дверь да еще там была такая Виолетта Чумакова она же Розенталь которая просто видимо с ним была в тандеме потому что когда мне уже такой Анатолий я не помню какая фамилия купил ну когда с молодежки меня там был дом такой который Вадим купил на себя я же не имела ничего и меня потом он купил дом квартиру на Кретово тут же из Оренбурга приехала Виолетта и стала жить в ожидании у меня там библиотека раритетное издание прижизненное издание Достоевского Льва Толстого вы не представляете там Кузнецовский фарфор ну и так далее то есть я жила прямо скажем ну не бедно еще и у нас и дача была на Николиной горе на Рублевке государственная да и Кремлевский паёк и вот с такой высоты оказаться в такой вот ну в таком кошмаре да в таком низу но это же не одна я многие люди так пали называется пали с самой высоты в самую грязь дальше некуда дальше уже некуда люди с которыми не о чем говорить потому что не о чем я ни с кем уже не стала потом разговаривать о детском государстве а зачем это другой уровень понимаете что произошло и конечно я стала приспосабливаться значит придуриваться но как иначе чтобы выжить чтобы выжить это урок выживания конечно я могла бы там в какой-то момент меня вызывали там когда я вела уже оппозиционную деятельность и с газетами я сотрудничала и с местным УВД я ходила в УВД и там меня водили в местное КГБ или как оно там называлось я не помню и мне предложили сделали предложение что можно убрать Виссариона и вы готовы возглавить эту общину я была уже убитая я сказала нет я не готова но на самом деле если бы вот сейчас наверное ну с тем умом который у меня сейчас я там я бы согласилась я бы этих людей вывела я бы сделала самое справедливое для каждого человека я бы придумала самое справедливое решение самый справедливый выход но я бы при этом не присваивала как Виссарион все деньги с Вадимом людей и сам он живет и люди этого не видят как кум королю сват министру извините царек такой еще и вещает придуриваясь а они все они даже не понимают как они какой бедности и в ужасе они живут ведь на самом деле двадцать первый век и простите интернет смартфоны это же все благо с одной стороны просто люди этого зло превращают как обычно технологии но вот представляете такие деньги шли Вадиму и Виссариону и там же можно было все это пустить на какие-то технологии для людей для людей на благо людей и я бы могла это сделать это я сейчас заявляю со своим умом но уже возраст не тот он ушел понимаете когда возраст юный это одно когда ты уже в возрасте а я уже в возрасте для этого нужна энергия как это сказать мощная энергия вот и все уже есть и мудрость есть но уже сделать вот то что ты сейчас допустим думаешь что вот я мог бы это сделать уже не можешь ну потому что уже как-то другое ты и вот получается что я могу только говорить вот если бы меня там попробовали услышать те виссарионовцы которые еще остались живы и которые были в мою бытность как бы это было здорово чтобы они прислушались вот к этому придуриваюсь первый вопрос который человек должен сам себе задать я попал вот в такое положение вот я помню что плесень по-моему отошел придуриваюсь я приспосабливаюсь ли я или нет и если я приспосабливаюсь и если я придуриваюсь значит мной правит не Бог а страх простить страх это нормально потому что страх приживание это первое извините вот первое так сказать в человек это страх выжить и если я придуриваюсь и если я приспосабливаюсь то что делать один человек нашел другого ты тоже придуриваешься ты тоже приспосабливаешься давай подумаем вместе так бы образовался другой коллектив а то я тогда одна боролась одна против всех но я вывела оттуда людей определенное количество уехали слава богу деньги не сдали уехали и что-то там по-другому стали жить вот была от Муратова об этом говорит он там дольше оставался но тоже все это видел эту борьбу мою одна против всех накапливая наверное вот таким образом мужество и таким образом страх уходил но все равно вы знаете когда сейчас волей таких вот обстоятельств во мне стал скрываться этот страх эту комнату открыли мне люди помогли открыть эту комнату и оттуда потекло вот это вот этот страх вот эта боль еще предыдущая передача я находилась просто в какой-то жуткой боли но понятно что я проживаю все быстро потому что я в развитии постоянном а люди застывают в том положении в котором их поставили придурились под образ веночек одели там это и придуриваются до конца жизни из-за страха а надо не бояться если сплотились несколько человек вместе договорились а если еще друга найти это уже все же ну какие друг друга это же отношения подстраивают друг под друга а подстройка идет подстраивает подкручивает всех если он он же это все это же ко всем сектам относится он подкручивает их он смотрит ага там могут спунтоваться тут могут он раз сразу новое какое-то откровение свое какую-то заповедь очередную чтобы подкрутить его то задача подкручивать всех чтобы они там жили и сдавали ему деньги чтобы он мог шикарно жить ездить жить питаться как надо а что ему люди люди это расходный материал так вот какой то момент все мы да тайна боги как еще раз Джигурда там утверждает да но из этой вот ситуации с общиной Виссариона вышла я набралась храбрости мужества оставив все голые босы и начала жить сначала и снова пришла к какому-то уже результату понимаете и может еще какие-то люди вот Игорь Монеткин там ушел но он говорят уже ушел из жизни что грустно да но у меня же хватило мужества выйти и вот сейчас бы конечно для этих людей вот с теми с тем количеством финансов которые имеет этот жарный бесконечно алчные люди Рецкин Виссарион которые все время себе хапают 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 и хапают чем они отличаются от коррупционеров чиновников скажите да ничем и вам надо задуматься потому что знаете даже если вот это к Ольге тоже племают даже если до конца дней остался год даже если до конца твоих ну ухода из этого мира остался месяц а почему бы не попробовать почему бы не попробовать а почему бы не задать хотя бы себе эти вопросы почему бы знаете в чем смысл вот там этот почему бы не отказаться от этой десятины зачем ее платить почему бы не отойти не найти себе соратников им не начать раз уж так вышло там новую жизнь но уже без этого королька царька почему бы не стать просто смелыми людьми вот это начало смелости да одному очень страшно ну это мне удалось вот вырваться да я просто счастливый человек очень счастливый потому что потом мой процесс развития шел бесконечно и он идет сейчас если вы наблюдаете за моими передачами то может быть я очень неудобно кому-то тем кто придуривается а придуриваются еще раз много но те кто ищут развития они понимают что победить то можно все что угодно говорить и какими то знаниями себя напичкать но что толку ведь основное в человеке это любовь так же говорят если вы владеете всеми знаниями мира но нет вас любви то кто вы такой а как можно прийти к любви если там живет в каждом человеке страх приспособленчество и поэтому все подстраиваются все придуриваются задумайтесь над тем что я говорила это и будет вашим первым шагом апокалипсис выход из тьмы все спасибо большое с вами была Мария Карпинская всего доброго у нас я